Приветствую, друзья! Репрессии в России молодеют. И это очень плохой сигнал. Плохой не только в общечеловеческом смысле. По всей стране десятки подростков обвиняются по особо тяжким статьям. Госизмена, терроризм, диверсии. В этих преступлениях ФСБ обвиняет детей, многим из которых на момент задержания было всего 14 лет. Причем, по сути, их преследуют за антивоенную позицию. Репрессии против молодых – это знак того, что режим меняется и меняется не в лучшую сторону. Происходит трансформация от авторитаризма к элитарной диктатуре. А что еще хуже – к диктатуре, в которой репрессии во многом уже живут своей жизнью. Вне логики и вне политического целеполагания. Сейчас это странно вспоминать, но долгое время уже при Путине оппозиционно настроенных молодых людей в России не сажали. Даже за такие акции, как захват здания администрации президента. Если кто не помнит, 14 декабря 2004 года 39 национал-большевиков из партии Лимонова ворвались в общественную приемную администрации президента. Несовершеннолетним участникам акции тогда дали условные сроки, а некоторые из более взрослых нацволов получили пониженные границы возможного наказания. Судья признал вину обвиняемых полностью доказанной, но при этом объяснил, что они не нуждаются в изоляции от общества для исправления воспитания. Можете ли вы такое себе представить в 1924 году? Да если бы сейчас кто-то захватил здание администрации, то не только несовершеннолетние уехали бы на 25 лет по статье госизмена, но и вообще все их родственники тоже. Но тогда времена были другие, вернее, режим тогда был на совершенно другой стадии. С момента возвращения Путина протестов на болотное и болотного дела меняются границы допустимого, меняются действия силовиков, меняются статьи и сроки. Наверное, ярким примером этих изменений будет так называемое «Московское дело» 2019 года. Изначально в деле было 15 обвиняемых по статье «Организация массовых беспорядков». Затем обвинения сменили на применение насилия к представителям власти. Всего по делу были осуждены 17 человек, 10 из них получили реальные сроки. Среди задержанных по «Московскому делу» был 21-летний студент Высшей школы экономики Егор Жуков. Ему изначально вменяли организацию массовых беспорядков до 15 лет тюрьмы. Получил 3 года условно. 21-летний студент моей Андрей Баршай – 3 года условно. 21-летний Самаридин Раджабов – штраф. Сидел в СИЗО. Как мы видим, сроки еще не сталинские, но ужесточение статей при меньшей радикальности действий налицо. Но скоро репрессии доходят и до несовершеннолетних. В 2020 году в городе Канск трех подростков задержали за расклейку листовок в поддержку активиста Азата Мефтахова. Впоследствии их обвинили в изготовлении взрывчатки. Планы взрыва они якобы обсуждали в Майнкрафт на изготовленной в игре модели здания ФСБ. В 2022 году один из них, Никита Уваров, получил 5 лет тюрьмы. Ему уже было 16 лет на момент приговора. Остальным дали 3 и 4 года условно. Помимо того, что это вообще бред, помимо суровости приговора в отношении несовершеннолетнего, в этом деле есть еще один важный момент. Мы можем с вами представить, что сам Путин или его ближайшие подручные решают судьбу арестованных за захват здания администрации президента или арестованных студентов по московскому делу. Но когда 16-летний парень получает 5 лет тюрьмы за якобы взрыв здания ФСБ в видеоигре, ну, это точно не Путин дает команду. Это вот сама репрессивная система начинает обретать свою волю и логику. За 20-30 года войны не менее 78 несовершеннолетних от 14 до 17 лет подвергались преследованию за антивоенные поступки. 9 уже отбывают наказание в колониях, 28 прошли через СИЗО. Самые частые обвинения – диверсии, теракты, уничтожение имущества. В список террористов и экстремистов только за 24-й год внесены 93 несовершеннолетних, 20 из них младше 16 лет. Обратите внимание, статьи обвинения тяжкие – это вам не вандализм при захвате АП, это находящиеся во многом компетенции ФСБ статьи. Например, история 19-летнего Кевина Лика. Мы все помним его как участника обмена на путинских убийц и шпионов. В декабре 1923 года Кевин был приговорен к 4 годам колонии за госизмену. По версии следствия, шпионил на Германию ради работы в немецкой разведке. Кевин родился в Германии. Его задержали незадолго до возвращения в Германию с матерью, самый молодой осужденный за госизмену. Или вот история 17-летнего подростка из Красноярска. Его имя даже не сообщается. Но он не совершил вообще ничего. А вот 6 лет колонии за подготовку к преступлению есть. 15-летний Арсений Турбин из Орловской области. 5 лет за участие в террористической организации. Переписывался с Легионом Свободы России. Не стал вступать, но самостоятельно распространял антипутинские листовки и придерживался антивоенных взглядов. 17-летнего школьника Михаила Петрова из Омска обвинили в призывах к терроризму за комментарий об атаке дронов на Кремль. А в реальности за комментарий про знаменитый чемоданчик Путина. В этом году 17-летняя школьница Любовь Лизунова из Читы получила 3,5 года колонии. Получила за граффити смерть режима и за администрирование антивоенного телеграм-канала. Перечислять можно долго. Приведу только один, последний, самый дикий пример. 14-летнего Валерия Зайцева, 14-летнего, задержали в октябре 23-го года по обвинению в обучении с целью совершить теракт. Поводом для дела стало видео, на котором Зайцев с товарищами кидали бутылки с зажигательной смесью в заброшенное здание. Обвинение в обучении с целью совершить теракт. Ну, просто офигеть можно. Террористическую, по сути, статью шьют за то, за что раньше просто бы, ну, я не знаю, оштрафовали бы по хулиганке. И тут надо понимать, что это не сбой системы, не случайность, не перегибы на местах. Это новая линия развития этого режима. Ради продления своей власти Путин начал войну. В рамках логики этой войны стали действовать и его спецслужбы. Им уже не надо искать смысл. Им не надо искать угрозу безопасности. Даже им не надо искать реальных оппонентов режима. Тем более не надо спрашивать высочайшее разрешение на те или иные репрессии. Наоборот. Сегодня, если ФСБ каждый день не раскрывает, а в реальности не придумывает новых шпионов и террористов, то оно, видимо, демонстрирует нелояльность вождю. Поэтому дела будут множиться. Множиться в отношении молодежи и даже детей. Просто поскольку это самая пассионарная часть общества. Их проще всего спровоцировать. Их проще запутать и обмануть. В их отношении проще фальсифицировать дела. Но вообще-то это просто дети. Они не террористы, не экстремисты, не угроза обществу. По большей части их преследуют и сажают за шутки, за хулиганство. И даже не за политику, а просто за нежелание быть такими, как все. Это может произойти с каждым подростком, с каждой семьей. Даже если вы не активисты. Даже если вы не интересуетесь политикой, не обсуждаете ее. Завтра вашего сына или дочь могут забрать за невинную шутку или переписку в чате какой-нибудь видеоигры. А послезавтра за недостаточно почтительное прослушивание песен шамана. К чему приведут репрессии в отношении подростков? Да понятно к чему. В краткосрочной перспективе к страху пролечу общества к снижению политической активности. В более долгосрочной перспективе к появлению все большего количества молодых, активных, абсолютно бесстрашных людей, которые прошли репрессии, которых репрессии закалили и радикализовали. Так же, как закалила и радикализовала людей война. 17-летний на момент приговора Егор Балазейкин получил 6 лет колонии за две неудачные попытки поджечь военкомат. На поджог он решился после того, как на войне погиб его дядя, который воевал в путинской армии. До этого Егор к войне относился спокойно. Послушайте последнее слово этого парня на суде. Россия уже проходила это в своей истории. Студенты, которых сажали в царское время, выходили из тюрьмы и превращались в революционеров. Участники студенческих волнений, исключенные из университетов, позднее становились видными членами и лидерами революционных партий. Ленин, в конце концов, который, согласно легенде, мстил за брата. Мы все это проходили. Вероятно, за 100 лет забылось. Или в нынешний режим считает, что успеет отжить свое до наступления последствий нынешних репрессий. Ну, во-первых, я думаю, что не успеет. А во-вторых, это говорит, что на Россию этому режиму глубоко наплевать. Счастливо вам. Политику радикализует не оппозиция, не антивоенные активисты, а репрессии. Чем дольше этот режим задержится у власти, тем более тяжкое наследие он оставит. Продолжение следует...